Привет, сейчас я буду делать пакет рейсер 10.3.3.5. В предпоследнем пакет рейсер осталось всего ничего. Давайте тогда сразу и приступим, без долгих разговоров. Здесь мы будем обновлять наш iOS на устройствах. Ну и просто будем загружать образы сервера и переустанавливать прошивку. Давайте начнем. Сначала нужно зайти на tftp-сервер, сервисы, tftp и включить его. Также нужно будет ответить в PDF-файле на вопрос, скачать PDF-файл, ответить в нем на вопросы, там вас спросят, какие тут есть файлы. Ну, именно какие-то конкретные спросят, но в общем вы поняли. Посмотрите файлы, ответите на вопрос. Заходим в R1, сейчас закреплю инструкцию, чтобы она не сворачивалась. Конфигурация, enable. И давайте сразу show flash. Видим, что у нас здесь вот такая версия сейчас. И доступно столько еще свободного места. Дальше нас просят сразу загрузить прошивку. copy, copy, tftp, двоеточие, flash, без пробелов, двоеточие. У нас, так, секунду, еще раз. Копируем IP-адрес tftp-сервера. Копируем, вставляем. SourceFileName, вот он нам сказан, какой нужен. Копируем тоже название файла, вставляем. И подтверждаем, дальше ничего не вводим, просто Enter. Ждем, пока у нас скачается прошивка. А теперь нужно будет conf-t и прописать здесь команду boot-system-flash. То есть мы указываем, чтобы прошивка загружалась именно с этого файла. Все. И теперь перезагружаем наш роутер. Reload. Не тут вводить. Exit. Reload. Yes. Буквочку Y. Подтверждаем. И еще раз подтверждаем. Кучу раз. Перезагружается наш R1. Сейчас он перезагрузится. А, я допустил ошибку. Сейчас нужно будет его еще раз перезагрузить, потому что я не сохранил файл конфигурации. И оно загрузит, оно загрузило с новой правильной. Но нужно было сохранить файл конфигурации перед этим. Давайте посмотрим, влияет ли это на баллы. Нет. Ну, в общем, надо будет перед этим сохранить файл конфигурации на всякий случай. Если что-то не так. Вот здесь это сказано. Что ж, давайте дальше. Нужно будет теперь перестановить образ на свитч. Командная строка. Скопировать вот этот вот файл на S1. Enable. Copy. Tftp. Двоеточие. Flash. Двоеточие. Адрес. Такой же. 192. 168. 2254. 168.2.254. И файл name. Я его скопировал уже. Также скопировал с пробелом. Или нет. Ладно, Enter. Да, действительно, что файл name подтверждаем. И сейчас у нас, если я все правильно сделал, будет... Да, он скопировался. Теперь, опять же, давайте у нас просят show flash делать. Show flash. Ну да. Show flash. Вот видим, какие у нас есть файлы. Нужно растянуть, чтобы их нормально видеть. Вот. Название файлов. А, прошивка у нас будет загружаться с первого файла, который здесь первый в списке. То есть, с вот этого, которого нам как раз и нужно. Поэтому просто вводим reload. Подтверждаем. У нас перезагружается. Ждем, пока он перезагрузится. Ждем, ждем. Все, перезагрузился. Можно посмотреть результаты. Вот мы видим, что у нас на S1 тоже выполнено. Нам осталось только забэкапить прошивку с R2. Открываем R2. Командная строка. Enable show flash. Вот видим, какие у нас здесь есть файлы. Нам нужно будет забэкапить вот этот файл. Давайте его название скопируем. Так, все. И делаем copy flash. Двоеточие. tftp. Source file name. Вставляю название. Адрес удаленного сервера. Вставляю название. Вставляю IP. И destination file name подтверждаю. И все. У нас идет загрузка. Сейчас он загрузится. У нас будет 90 баллов из 90. И значит задание мы выполнили правильно. В этом задании, опять же, напоминаю, нужно отвечать на вопросы в PDF файле. А на этом все. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.